Лето, жара, сухой воздух и растениям, так же как и нам, хочется немножко прохлады. Так вот, советую, для помощи нашим любимцам можно использовать и опрыскивание обыкновенное каждый день, а так же и листовую подкормку. Листовая подкормка очень благотворно влияет. И, как видите, надо и с внутренней, и с внешней стороны обрызгать растения. Листовую подкормку можно делать любым минеральным, органическим удобрением, разведенным в воде. В данном случае я использую удобрение, в котором содержится больше фосфора и калия. В летнее время нашим растениям, конечно, тяжело приходится и вот такая подкормка по листу, которую я провожу раз в десять дней не чаще, если опрыскивание водой отстойной, обязательно. Или отстойной, или профильтрованной, можно кипяченой, но не хлорированной. Я провожу раза три в неделю, можно, конечно, и каждый день, так как воздух в наших квартирах очень и очень сухой. Такие, допустим, растения, как вот этот мой спатифилум, привыкли к влажным условиям. Они растут во влажных зонах, влажных и теплых. И, конечно, требуют большего опрыскивания. В общем, используйте то удобрение, которое у вас есть, растворяйте его в воде и помогайте нашим растежкам. Они откликнутся на вашу заботу. Много воды, много тепла. Находятся растения у нас на веранде. И поэтому красота, которая радует меня. Настоящее оранжерея, правда? Вам понравилось? Если да, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал по комнатным цветам и на другие мои каналы по саду-огороду. Всего доброго! С вами была видеоблогер Екатерина Сметко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова